Во-первых, это больше контроль, больше безопасность для пациента. И мы можем максимальное количество его личных параметров учесть. Более персонализированно можем сделать его лечение, учесть все его пожелания, все его биологические особенности, его аспекты по его состоянию здоровья, его аспекты по состоянию костной ткани, мягких тканей, его пожелания по эстетике, его социальный статус, какой цвет ему зубов нужно получить, какую форму, длину. Мы не только уже можем предлагать свои данные, мы уже его пожелания можем учитывать в этом планировании. И предлагаем тот проект, тот макет будущей реконструкции, учитывая все его данные, не только биологические особенности. Для 3D-моделирования полной реконструкции зубов человека используются, во-первых, внутриротовые фотографии, дальше компьютерная томография пациента и данные внутриротового сканирования, которые получаются посредственно с помощью внутриротового сканера. Это все делается без прикосновения к пациенту, никакого инвазивного вмешательства не производится. По времени около часа занимает. Фотографии, снимки, сканирование, около часа, все вместе. А вот планирование занимает уже несколько дней. В это время пациент уже не находится в клинике, уже врачи, собираясь вместе с данными пациентами, уже занимаются этим планированием. Через день-два полные данные обследования, полные результаты диагностики и будущий макет его зубочелесной системы уже готов. Лечение стоматологическое не только зависит от врачей. Сегодня пациент большое участие принимает. Очень многое зависит от его пожеланий, от его возможностей по времени, от его, конечно, финансовых способностей, от его биологических особенностей и, конечно, его желания получить какой-либо результат.